Обмен на кресте В Эдемском саду, послушав слова змея, люди духовно умерли, но ожили в царстве сатаны. Господь сказал, что он сам придет в этот мир, родившись как человек от женщины, и размозжит голову дьяволом. Дьявол, терзавший церковь рукою Саввла, религиозную надежду того времени, был встречен Иисусом по дороге в Дамаск и потерпел поражение. Саввл стал живым для Бога и омертвел для сатаны. Саввл Павел заявил о себе, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что воплоти живу, то живу верою в Иисуса Христа, спасшего меня и подарившего новую жизнь. Голова дьявола в Савле прежнем была повержена. На протяжении веков и тысячелетий идет невероятная битва. Христос снова и снова плющит голову нашего врага и расширяет свое царство нами, его спасенными, избавленными, освобожденными из плена тьмы, заблуждений, читы поисков. В Евангелии от Иоанна, в 17 главе, с 21 по 25 стихи, Иисус, наш первосвященник, молился Отцу. Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе. Так и они, да будут в нас едино. Да уверует в мир, что Ты послал меня. И славу, которую Ты дал мне, я дал им. Да будут едино, как мы едино. Я в них, и Ты во мне. Да будут совершены воедино. И да познает мир, что Ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня, Отче, которых Ты дал мне. Хочу, чтобы там, где я и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а я познал Тебя. И эти познали, что Ты послал меня. И я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которую Ты возлюбил, в них будет, и я в них. Всякий раз, когда мы принимаем в нашей жизни жизни Христа через нас, Иисус празднует Свою победу над врагом и награждает нас. Воистину, теперь уже не я живу, но живет во мне победитель, жизнь вечная, любовь Креста Голгофы, благодать сердца Отца, милость завершенной работы Сына и прославление и хвала Святого Духа. Беру мой крест Его жизни. Аминь.